По инициативе Владимира Путина в Москве 11 января состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении. В ходе встречи Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить новые шаги по ключевым направлениям урегулирования в Нагорном Карабахе. Сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнение демаркационных линий, решение гуманитарных проблем, охрану объектов культурного наследия, сказал Путин. Российский лидер заметил, что особого внимания заслуживает задача разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытия границ. Предполагается, что этими вопросами займется специальный трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-пемьера в России, Азербайджана и Армении, сказал Путин. Он выразил надежду, что переговоры пройдут в деловой обстановке и послужат обеспечению прочного мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития в регионе, в чем все мы, безусловно, заинтересованы, добавил он. Российский лидер заявил, что договоренности по Карабаху последовательно реализуются. Это создает предпосылки для урегулирования конфликта на справедливой основе. Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах как армянского, так и азербайджанского народов», – сказал он. Президент России подчеркнул, что Россия дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями, связывающими все три страны. Он поблагодарил Алиева и Пашиняна за то, что они позитивно восприняли активные посреднические действия России. «Мы с вами находились в постоянном контакте, вместе искали компромисс именно в результате наших общих усилий после интенсивных, в том числе и, как вы помните, начальных телефонных переговоров. 9 ноября было согласовано трехстороннее заявление, которое мы с вами подписали», – сказал российский лидер. Путин сделал акцент на том, что во всех своих действиях Россия стремилась следовать ключевым наработкам, достигнутым в Минской группе ОБСЕ. По его словам, российская сторона продолжает сверять свои действия с партнерами и председателем Минской группы.